Берегите зубы с детства, не уставая, отвердят стоматологи. Причем для того, чтобы сохранить зубы здоровыми и белыми, как правило, только лишь гигиенических мероприятий недостаточно. Так маленьким пациентам ноябрьские стоматологи предлагают проходить специальные профилактические процедуры. Подробнее расскажет Ольга Попова. У шестилетней Полины буквально на днях прорезались первые постоянные коренные зубы. Их врачи еще называют шестерками. На плановом приеме стоматолог советует родителям девочки покрыть зубки специальным материалом. Керметизация фиссур – это заливка определенным материалом неровности, ямок, создавая более ровную поверхность. Зубная щекотка, у нее щетинка больше, чем вот эта фиссурка. И она сверху только почистит, внутренне пройдет. А тот материал, он затечет, он жидкий, он затечет вот в эти фиссурки и закроет их, и они станут гладкими. И тогда зубная щетка, его сверху почистите, и зубик будет чистый, хороший. Процедура для ребенка абсолютно безболезненна и по времени недолгая. Не больше 15 минут и зубки Полины под надежной защитой. Покусать, удобно кусать. Нормально, не мешает, ничего. Ну все, тогда молодец. Гарантия 9 месяцев сказали, что достоинство, что действительно кариес не будет образовываться. Процедура полезна, потому что детки все-таки у нас, во-первых, северные, во-вторых, зубки надо беречь с самого рождения, потому что это все-таки такое, что во рту остается то, что надо жевать. Без них мы никуда. Врач поясняет, это не лечение кариеса, это профилактика его возникновения. Поэтому покрывать герметиком надо только здоровые зубы. И желательно с процедуры не затягивать, а сделать ее в течение года после прорезывания постоянных зубов. Делается оно в определенном возрасте. Допустим, вот в 6-8 лет, когда зуб прорезался, в течение года нужно залить этим герметиком, чтобы зуб сохранился. В 10-11 лет и в 12-13, потому что это сроки прорезывания постоянных зубов. Кстати, герметизацию фиссур детям делают не во всех стоматологических клиниках и даже не во всех городах. У ноябрьских родителей есть такая возможность. Кстати, эту процедуру можно сделать и в школьных стоматологических кабинетах. Есть светового отверждения герметики, есть химического отверждения, есть с определенными добавками, есть без добавок, которые создают только физический барьер, есть, которые способствуют минерализации. Это все по показаниям. Герметизация фиссур, конечно, не панацея от кариеса. Если жевательная поверхность зуба у ребенка покрыта защитным составом, но при этом чистит он их когда и как придется, проблем не избежать. Так что о гигиене полости рта и об обязательных раз в полгода в посещениях стоматолога забывать не стоит. Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города.